Автобус, вокзал Краснодара на рассвете, и менее через сутки мы в горах Кавказа. Нас встречает не очень приветливая погода. И вот Кавказ, первые сотни метров пути, как обычно, нас встречает. Машина забросила нас к базе Золотой Олень, откуда мы идем 2 часа в верховье Миновского ущелья, где нас ждут пещеры Саксофон, Духан и Флейта. Поставив лагерь, отправляемся в пещеру Саксофон, где мы прошли около 200 метров до сужения с водой. Свернув наш мини-лагерь, отправляемся в пещеру Духан длиной 1,5 километра, где проходим тоже первые сотни метров до воды. Какая пещера это? Это флейта, как дудочка с водой текущей. Ну там не обязательно так ладить. Вот так. А вот здесь вот здесь вот здесь вот, как construc и все, что мы видим. Вот так вот. И вот здесь вот здесь вот. Ой, манечки висят. Стены серебром отливают. А вот и выход из пещеры Плейта. Класс! Супер! Классно! Вообще, самая любимая пещера. Осмотрев пещеры, уходим вниз по красивому безлюдному Аминовскому ущелью. Нам нужно преодолеть более 10 километров пути. В притоке Аминовского ущелья. Смотрев. Меня нужно Поехалиеть. Парни службы, Субтитры делал DimaTorzok 24 июня, выйдя из Аминовского ущелья в поселок Каменомоски, мы поселяемся в гостинице «Парк Хаджох». Номер в гостинице. Шигулес, красота. Вечером гуляли по Хаджоху, ходили на реку Белую смотреть подвесной мост. Начало пути на массив Тхач – это 3 часа суровой езды на ГА-66 по бездорожью и бродом реки Сахрай. Выгрузившись в верховьях реки Малый Сахрай, мы начинаем утомительный подъем по тракторному Волоку. Нам нужно набрать поле километра высоты. Поляна Ферсова, высота 1300 метров. Поляна Княжеская, высота 1700 метров. Здесь у нас будет ночевка. Утром уходим с красивой Княжеской поляне. На высоте 2 километра кончается лес, начинается Альпика. По пути заходим в Кристальную пещеру. Она насквозь пронизывает массив Тхач и выходит на обрывы, развита в кальцитовой жиле. Постепенно набирая высоту, идем вдоль обрывов бастионов массива Тхач, на отравлении главной вершины. Вершина, Большой Тхач. Высота 2368 метров. Я и так уже на вершине. С вершины, траверсируя, спускаемся вниз и по территории. Сверя в 400 метров высоты, приходим к балагану Ветреному, где у нас будут две ночевки. Большой Тхач. Продолжение следует... Огонь. Радиальный выход на вершину Малый Тхач высотой 2238 метров. Малый Тхач С обрыва в горы Малый Тхач открывается изумительная панорама на вершину Большого Тхача, на долину реки Псибай и главный Кавказский хребет. Четвероногий друг, приблудившийся к нам на заброске, так и сопровождал нас до конца маршрута. КОНЕЦ КОНЕЦ Последний день нашего маршрута, покидаем балаган ветреный и под обрывами Тхача уходим вниз к реке Сахрай. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Нам осталось выдержать только экстремальную поездку. Последние полдня пребывания на Северном Кавказе мы посвятили осмотру окрестностей Хаджоха. Побывали в оборудовании знаменитом ущелье Русабга. Ну что сказать, красиво, но очень многолюб. Побывали в оборудовании знаменитом ущелье Русабга. Северном Кавказе Северном Кавказе